Так, стоп, а что вообще не так со мной, с моей жизнью, с моей душой, если я очень давно не испытывал чувства радости? Монахи-люди очень радостные, и эта радость, она не поддельная, она детская даже, да, и она проявляется в чём? В том, что тебе рядом с этими людьми тепло. А как же плакать о грехах? Православное тщеславие, не просто грешник, а самый грешный. Я самый грешный. Кто когда вообще исповедовался хотя бы раз в своей жизни в том, что он угрюм? Христос был на свадьбе в Кане Галилейской. Я не думаю, что он там сидел с хмурым лицом. Это даже просто, не знаю, физиология у нас. Мышцы лица так устроены, что когда мы на себя принудительно надеваем выражение радостное, у нас начинает внутренний эмоциональный фон просто подтягиваться под это. В семье и в церкви нам должно быть очень хорошо, мы там должны чувствовать себя счастливыми. Вообще говоря, радость – это, мне кажется, индикатор того, что мы живем как-то в сторону Бога. Плачь о своих грехах – это состояние временное. Мы в вечности не будем плакать о своих грехах. Поэтому хорошо бы привыкать немножко к тому, что будет вечно. А радоваться воскрешем Христе мы будем действительно вечно. Христос Воскресе, дорогие наши радиослушатели и зрители программы «Клуб частных мнений». И сегодня у нас такой радостный день, очень интересная тема. Про радость, почему у нас скорбные лица в храме. Размышлял на эту тему у нас Евгений Сулиц, автор программы «Частное мнение» в утреннем эфире. Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер. Воистину Воскресе, Христос. Воистину Воскресе. Евгений – писатель, автор наших частных мнений. И сегодня мы пригласили в студию публициста, популярного православного блогера Елену Жосул. Здравствуйте. Добрый вечер, Елена. Я потом расскажу, почему такой ансамбль сегодня. И у нас в гостях настоятель Богородицы Рождественского храма деревни Паяркова, отец Александр Насибулин. Добрый вечер. Всех поздравляем с Пасхой Господней. Давайте сначала послушаем Женину программу и потом раскроем все наши задумочки. Один священник рассказывал, как где-то за границей друзья, люди не церковные, забирая его после службы из храма, спросили, у вас что-то там случилось? У всех такие скорбные лица. Я тоже часто ловлю себя на мысли, что у нас в церкви порой такие странные лица. Серьезные, строгие, даже суровые. Мы пришли в храм Божий. И всем своим видом показываем серьезность происходящего. Мы несем свою серьезность впереди себя и всячески ее демонстрируем. Но мне кажется, эта внешняя демонстрация во многом пытается восполнить внутреннюю пустоту. И призвал же апостол всегда радоваться, а спаситель – помазать голову и умыть лицо, когда постишься. Вот этой радости, а порой простой приветливости лично мне не хватает и между прихожанами, и особенно когда кто-то приходит в храм случайно. Такого человека Бог привел, даже если он просто забежал поставить свечку, чтобы сдать экзамен или найти работу. И мы просто обязаны встретить его с распростертыми руками, как долгожданного дорогого гостя. Причем даже не нашего гостя, а гостя нашего Господа. Нам нужно его так радостно, так приветливо встретить, чтобы ему захотелось вновь прийти, потому что там в храме какие-то особые люди. Исполнить слова Господа. Потому узнаете все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. А мы, положа руку на сердце, можем годами ходить в один храм и даже не здороваться друг с другом. Конечно, много и радостных людей в церкви. Не все показательно серьезны. У нас, например, в храме бабушки, читающие записки, такие радостные и приветливые, что всякий раз, когда смотрю на них, хочется улыбаться. И многие батюшки по-настоящему радостны, умеют и пошутить хорошо и к месту. Все это, несомненно, есть. И вот с таких радостных людей я и хочу брать пример. Как писал отец Иоанн Крестьянкин, «Христианин должен быть для всех солнышком». Постараюсь быть солнышком для всех. И не только в храме. Частное мнение Вот, Женина программа и называется, собственно, «Радость». И я расскажу сразу, почему позвала Лену, потому что Лена очень такой популярный в интернете блогер и удивительно артистично рассказывает, показывает эти унылые наши, унылые лица в храмах. Вот, и я думаю, мы сейчас как раз эту тему и разберем, почему Елена столько внимания ей уделяет. И отец Александр Насибулин прославился, я бы сказала, отец Александр известным видео пасхальным, когда вы бегали с кадилом по храму. А, так это были вы? Так это были вы. Это был в том числе и я. Я думаю, многие священники себя как-то экспрессивно проявляют в этот праздник, потому что невозможно сдерживать действительно ту радость, которая в сердце. Но то самое видео, которое стало вирусным, это с вами. Да, видимо, да. Веселые ноги, оказывается, у вас Александр, тот самый, веселыми ногами, да, встречаем Пасху. Вот это как раз у вас Александр ноги. И сколько, интересно, было размышлений, да, негативных. Да. Что такое себе позволил православный священник бегать? Ну да, к сожалению, хочется все загнать в какие-то рамки, но вот христианство ни в какие рамки все-таки не может загнаться, действительно. Особенно в части вот той радости, основания для которой нам дал Господь в своем воскресении. И вообще-то радость — это заповедь Божья. Всегда радуйтесь, апостол Павел говорит, да, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе. И вот мы стараемся к этой радости, конечно, всячески приобщаться, как только можем. Она может быть и внутренняя, но, конечно же, каждое внутреннее чувство проявляется вовне. И вот оно может проявляться совершенно по-разному. Ну, Пасха — это вообще праздник праздников, поэтому нам очень нравится, как у гроба Господня, там, знаете, арабы на шею друг к другу садятся, там играют в барабан там и так далее. То есть это выражение человеческих чувств, и не просто по отношению к какому-то событию, а по отношению к воскресшему Христу. Как их еще выражать? Мы выражаем их как можем, так ярко, как только у нас хватает на это сил. Ну вот, кстати, эти арабы, да, это же известная история, что когда их попросили выйти, да, сколько не сходил благодатный огонь, несколько часов, пока их не вернули назад. Но я сегодня, вот мы обсуждали до записи, будут ли кто-то против радости. Давайте я буду бабой-ягой сегодня и озвучу, почему, собственно, наверное, почему мы иногда выступаем со скорбными лицами. А как же плакать о грехах? Ну, то есть это не просто люди, которые, не знаю, с советских времен и считают, что ай-яй-яй, должна быть дисциплина. Нет, есть же под этим подоплека, Жень, да, вот почему люди грустные? Ну, потому что, потому что вот у меня мама Жанну Бечевскую послушала и говорит, а что так грустно-то все у вас в церкви? Ну, а там тоже глубина. Да, но когда я слушаю Жанну Бечевскую, я тоже могу даже и сплакнуть, но при этом я испытываю радость. Там какое-то одновременно вот это, я, такое радость-то печали одновременно. Так, но печаль-то у нас имеет право быть, Лен? Ну, конечно, имеет право быть, но здесь просто, мне кажется, не нужно натягивать себя до каких-то стандартов эмоциональных. Во-первых, о грехах не обязательно плакать. Грехи можно исповедовать самым разным состоянием эмоциональным. Главное, чтобы это было честно, искренне, прямо, открыто и без лукавства, и без фальши. Когда ты себя понуждаешь непременно скорбеть, непременно испытывать какое-то отчаяние, у тебя ничего хорошего на выходе не будет. Я думаю, отец Александр поймёт, о чём я говорю, как исповедующий священник. Самое главное — это то, какой помысел у тебя в данный момент лежит в сердце. Если ты хочешь, может быть, просто на какой-то эмоциональной высоте подойти, и свои грехи, может быть, даже на энтузиазме рассказать, на исповеди, не нужно из себя давить эту слёзку и специально нюхать, условно говоря, лук, для того, чтобы у тебя эти слёзы полились. Вообще слёзы — это не индикатор глубины совершенно. Абсолютно. То есть человек может плакать, и у него совершенно неглубокие переживания, и вообще не плакать, даже при смерти близкого человека, а у него самый глубочайший. Это тут от психотипа очень зависит, от многих вещей. Но мы же берём за образец какие-то деяния святых. Вот я сейчас так вспоминаю, где было про слёзы. Например, у Тихона Шевкунова в книге про Псково-Печерский монастырь, вот там был монах, к которому пришли, сказали, помоги отче, он говорит, я плачу о своих грехах. Он реально плакал. У апостола Петра были бороздки, на иконах изображаются, он плакал. И поэтому эти слёзы, наверное, люди воспринимают как эталон. Но я вот абсолютно сейчас согласна с Леной, потому что выжимать из себя это нельзя. А можно ли на исповеди, принося грехи, сдавая грехи, как некоторые говорят, можно ли при этом и радоваться, и печалиться, и радоваться? Или какое должно быть состояние, продолжая Ленину мысль? Ну, состояние то, которое рождается, конечно, у человека. Задача священника, например, принимая исповедь, погрузиться с человеком на дно его души, но не для того, чтобы там остаться, в каком-то даже унынии, может быть, в котором пребывает человек, а для того, чтобы, как Христос, взять человека за руку и вообще-то повести на небеса. И я бы хотел отметить, что вообще-то плач о своих грехах — это состояние временное. Мы в вечности не будем плакать о своих грехах. Поэтому хорошо бы привыкать немножко к тому, что будет вечно. А радоваться воскрешен Христе мы будем действительно вечно. Вот об этом тоже не стоит забывать. Поэтому даже, кстати, премудрый Соломон об этом говорит, что веселое сердце, оно и делает лицо веселым, а унылый дух сушит кости, он говорит. Или еще там дальше, что даже вызывает уныние. То есть длительное пребывание вот на этом дне, оно действительно может человека загнать уже в крайние какие-то формы уныния, откуда человеку выбраться будет уже крайне сложно. И Христос, надо сказать, когда призывает к покаянию, очень мало внимания этому потребляет. Знаете, вот как будто бы нет такой развитой системы в Евангелии плача о грехах, скорби, покаяния. Христос как бы говорит, согрешил, встань, покайся и следуй за мной. А о радости, о добродетели, о том, как эта радость должна в мире проявляться, на мой взгляд, в Евангелии очень много говорится. И само Евангелие вообще-то переводится как радостная весть, которую Христос принес. И поэтому плач — это все-таки временное состояние. Поэтому человек пришел, покаялся, эти грехи оставил, отправил на крест Христов, а дальше уже идет жить эту жизнь в радости и без греха, надеемся. А какая радостная книга «Деяния апостолов». Я просто так ее люблю. Там же просто все на радости построено. Они там застрадают и камнями побивают апостол Павел. Но там постоянная радость. Такая вот радость. И мне кажется, когда мы радуемся, мы как-то немножко возвращаемся к духу первых христиан. Да, вообще, честно говоря, я не психолог, но я думаю, осмелюсь предположить, что все-таки психически здоровый человек с устойчивой психикой, он не может постоянно рыдать. Он не может долго, вот как Александр говорит, зацикливаться в состоянии плача. Для нормального устойчивого мировоззрения, для душевного строя все-таки плач — это импульс, который действительно резкий, он сильный, но он кратковременный. Когда ты застреваешь в состоянии рыдания, тут уже нужно смотреть, что у тебя происходит с психикой, насколько в тебе много элементов истероидности, и ты расшатан на самом деле. Тут не надо проводить параллели с аскетикой святых отцов. Мы, православные миряне, очень часто падаем в эту ловушку, в эту яму. Мы подкашиваем, подгоняем себя под стандарты раннехристианской, древнехристианской аскезы. И действительно, для этого очень много есть обстоятельств, когда мы в эту ловушку падаем, когда мы постоянно слышим плачу и рыдаю, когда помышляю смерть. Канон Андрея Крискова, который пропитан постоянным сокрушением о своих грехах, ты это слышишь и думаешь, господи, но ведь мне-то не хочется плакать. Что со мной не то? Я, наверное, как-то плохо молюсь, и вообще я что-то не то, наверное, испытываю, если я не чувствую себя самым, поискренне не чувствую себя самым последним грешником на этой земле. Но я же не самый последний грешник на этой земле. Господи, что же мне делать-то с собой? И очень мало кто способен людям, обычным современным мирянам, вразумительно объяснить, что с тобой всё в порядке, если ты не хочешь постоянно биться головой о каменный пол в храме. Успокойся. Да, вот насчёт я хуже всех. Я тоже переписывалась с одним православным человеком, и что-то какое-то было замечание по какому-то посту, не моему. И я говорю, а что же делать человек должен? Ощущать себя, как подобает христианину. Я говорю, а как подобает христианину? И дальше там хэштег, он написал мне, я хуже всех. И у меня это вызвало внутренний протест. Вот то, о чём говорит Лена. А почему, собственно, я должна себя чувствовать хуже всех? Возможно, так оно и есть, но я так не чувствую. И вот это выдавливание из себя того, что я не чувствую, мне кажется, и порождает скорбные лица. Православное тщеславие. Не просто грешник, а самый грешный. Я самый грешный. Я, например, точно могу сказать, что я грешен, не знаю уж, самый грешный или нет, но свою греховность, конечно, человек, безусловно, призван ощущать. Православный человек, мы все эту греховность в себе чувствуем. Надо только понимать, что греховностью всё не заканчивается. Следующий шаг, который моё сердце радует, это все прощения Божие, что Господь меня вот таким грешным и ужасным, Он принимает как блудного сына. Вот действительно, это очень яркий образ, что этого блудного сына Отец даже ни о чём не спрашивает, не назидает, не говорит, как ему надо было правильно жить. Он просто выбегает и обнимает его. И даже не даёт ему договорить. И меня всегда поражает, что он даже уже заготовил больше, более длинную речь, а отец не даёт ему договориться. Конечно, это удивительный образ покаяния, который не повергает тебя на пол, чтобы ты всю жизнь омывался этой грязью, в которой ты действительно сам себя обрёк. По идее, ты этот отец должен был действительно взбучку устроить, сказать, ты с этими свиньями там водился, вот и здесь свиньями занимайся. А он лучшего телёнка, он стол для него накрывает. Вот когда я иду на исповедь, для меня это всегда осознание собственного недостоинства, греховности моей. Но в то же время и такой радости, что отец меня безмерно любит, и этого уже никто не может отменить. Сам Христос эту весть мне отдал, и всё, и я в этой любви его купаюсь. И мне от этой любви даже ещё больше хочется не грешить, чем, может быть, если бы я постоянно размышлял о грехах, копался бы в этой грязи. Как, знаете, иногда люди приходят на исповедь, и как будто бы прямо, ну, простите, упивают с этими грехами, говоря, что вот, а там все вокруг тоже плохие, и все меня на это, значит, куда-то вели, и так далее, и так далее. Как будто бы с грехами, как вот святые отцы учат, как с бесами, разговор должен быть короткий. Отсёк и пошёл дальше за Христом. Клуб частных мнений на радио Вера И я напомню, что в эфире программа Клуб частных мнений мы сегодня говорим о радости. И у нас инициатор темы Евгений Сулис, писатель, актёр. В гостях у нас публицист, популярный блогер православный Елена Жосул и отец Александр Анасибулин, настоятель Богородицы Рождественского храма деревни Паярково. И вот очень важную тему мы подняли про искренность нашу, да, в наших чувствах. И действительно, если человеку свойственно, наверное, Господь не случайно сказал про радость, потому что это правда органичное, нормальное чувство для человека, в котором мы, наверное, должны пребывать. Тогда, Женя, откуда у нас в храме вот эти лица? И связаны ли они, на секундочку, вообще с плачем о грехах? Вот, очень хороший вопрос. Сразу забегу вперед. Мне кажется, что не связано. А вот почему? Тут, мне кажется, есть несколько ответов. Но один ответ, так традиция, вроде так повелось. Вот мы приходим в храм, вот надо как-то серьёзно вести. Благочестивенько должно быть. Да, надо так вот как-то сразу хватать, потому что схватиться за внешнее легко. Это, ну, это понятно, это внешнее. И мы хватаемся за него и начинаем вот как вести себя в какой-то такой традиции, как мы её себе представляем. Вот. Но есть и вторая причина. Вот она более... Если это не так, а если это идёт изнутри человека, то тогда стоит задуматься, потому что, вообще говоря, радость — это, мне кажется, ну, проявление того, индикатор того, что мы живём, ну, как-то в сторону Бога. Чем меньше у нас радости, тем больше, значит, что-то не так с нашей жизнью, есть о чём задуматься. Вот ещё какой важный момент. И всё-таки почему тогда эти лица? Что же это за традиция такая, Лена? Вы с ней воюете, так я бы сказала. Ну, я могу сказать, что меня она печалит, огорчает, и я не... Как и Евгений пытаюсь говорить, я, кстати, хочу сказать, что я, как говорят в интернетах, знаете, по ПКС, когда я слушала вашу вот эту аудиоколонку, я понимала, что я под каждым словом готова подписаться, потому что, действительно, это, да, это наша... Ну, беда, наш диагноз, это фактически наше зеркало, в которое мы смотрим и обнаруживаем угрюмость. Кто когда вообще исповедовался хотя бы раз в своей жизни в том, что он угрюм, в том, что он, будучи христианином, своим выражением лица транслирует, ну, в общем-то, антихристианские состояния внутренние, потому что угрюмость, именно угрю... А то, о чём Евгений говорит, это, в общем-то, именно угрюмость. Это такая понурость, как бы серость, такая нарочитая серьёзность. Это всё... Ну, это как бы на нашей констатации, на нашей, в общем-то, наверное, тоже степень духовного здоровья, которую мы сегодня в себе обнаруживаем. Но я бы ещё сказала, что всё-таки храм храму рознь, приход приходу рознь. В каждом... Как в каждой семье есть своя атмосфера, свой запах. Каждого дома, он очень индивидуальный, он из многих факторов складывается. Точно так же и приходы очень разные. Я знаю холодные переходы, пасмурные приходы, в которых заходишь, и ты там поёживаешься, начиная от свечного ящика, где стоит женщина с очень суровым лицом, и она тебе сквозь зубы отвечает. Какие-то прям такие продавщицы из лихих 90-х, прости господи. А есть храмы совершенно другие. Там другой климат, там вот воздух, он иной. Я думаю, тут очень большая роль принадлежит настоятелю, потому что от того, ну, с каким эмоциональным зарядом, в том числе эмоциональным и молитвенным, конечно, но и просто чисто человеческим, психологическим. Главный, да, глава храма, глава общины, священник, вот он выходит к людям, что он, я сейчас начну совершенно употреблять выражения такие неправославные, да, как бы транслирует, что он излучает, потому что всё-таки как бы то ни было, но храм — это ещё и эмоциональное пространство. Конечно, конечно. Что он сам вона людям передаёт, в том числе на уровне эмоций, да. И это определяет очень многое. Это определяет отношения между людьми в этом храме, желание остаться после литургии на какие-то вне храмовые мероприятия, либо быстро пойти домой, сесть в машину, уехать по своим делам, участвовать в жизни общины, и вообще тебе хочется здесь как бы подольше оставаться. Либо ты формально пришёл, ну, как, господи, прости, в бассейн там ты перешёл, после работы отплавал, положенное себе, да, и ушёл, забрав из шкафчика свои вещи. Точно так же ты в храм пришёл, причастился, подошёл к кресту, ну, и всё, до свидания. Ну, вот это вот то, о чём, собственно, то, ради чего мы начали эту тему сегодня, потому что приходишь в храм в иной, да, я человек, который тоже уже давно, как и все, как и все мы в храме, но порой приходишь и страшно. Даже мне страшно иногда. Да? Да, приходя в чужие храмы, даже в облачении, я так иногда сначала почву прощупываешь, насколько ты тут уместен со своей радостью, потому что действительно бывает такое отторжение. Мне кажется, знаете, это может быть возможно от некой такой псевдо-монашеской стремления к псевдо-монашеству такому среди православных мирян, даже семейных людей, даже многодетно-семейных. Почему псевдо? Потому что я вот, например, год жил на подворье Трой Сергиевой Лавры в Москве, это было совершенно время такой духовной весны, потому что монахи-люди очень радостные, и эта радость, она не поддельная, она детская даже, да, и она проявляется в чём? В том, что тебе рядом с этими людьми тепло. Она может быть не такая, что у тебя там улыбка во всё лицо, не обязательно она себя так проявляет, но с этими людьми тепло рядом. И вот хочется этого тепло ощущать в каждом храме, безусловно. И мне кажется, каждый из нас призван быть, призван ещё раз с апостолом Павлом, то есть ещё раз, не забудем, что это действительно заповедь, вот как Елена правильно сказала, кто у нас раскаивается в том, что не радуется, да, нет такого. А ведь это тоже повеление Божие такое через Павла, апостола. А вот, кстати, как удивительно, что в послании к Галатам, когда он перечитает плод Духа, любовь и второй идёт радость. Да, да. Второй после любви. Да, это же удивительно. Но радость, она неформатная, понимаете, поэтому все как-то так немножко мы замыкаемся, действительно, в рамках нашей традиции. Хотя если посмотреть на богослужения в Африканской церкви, наверняка многие видели эти ролики тоже из интернета, ведь это вообще удивительно совершенно. И это тоже православие, между прочим. Это православие. Наши братья и сёстры очень хотелось бы там побывать с ними вместе, попрославлять Бога. И потанцевать. А я вот сижу и думаю, у меня, знаете, вот мы про храм, а у меня образ автобуса. Ну, то есть в автобусе приблизительно такие же лица вечером. Да. Тогда причём здесь как бы вот скорбение о грехах, всё-таки тогда мы, получается, приносим свои маски. Вот нам и нужно ходить в автобус, сказать, здравствуйте. Вот я помню, отец Дмитрий Семенов рассказывал, что он в подъезде всех научил здороваться. Вот он говорит, я совсем... И всё уже, говорит, дворники со мной здороваются. Точно, точно. То есть надо вот начинать. В радости надо тренироваться. Илья Павловна, что это за странный человек зашёл такой радостный? Надо узнать его причины его радости. Тут же ещё важный момент, что, ну, по нам же судят о христе, о христианстве, о церкви. И, извините, ну, кто захочет ходить в церковь? И что о нас думает, мне кажется, когда вот видят унылых православных идут? Ну, понятно, от всего в жизни отказались, вот и унывают. И не пойдут никогда в такую церковь. Это очень наталкивающий момент. Очень. И действительно, это в том числе и сфера личной ответственности конкретного каждого прихожанина, христианина. И хотелось бы, чтобы, не знаю, не то чтобы этому обучали, но хотя бы напоминали бы людям, да, что... Ну, и своим примером показывали бы, как бы, что надо действительно радоваться, потому что огромное количество людей, импонирующих, да, расположенных к православной культуре положительно боятся этот шаг сделать, именно потому что им страшно споткнуться вот об этот лёд, об осерости, вот об эту, как бы, такую вот эмоциональную стену. Преграду, да, да. А традиция, на самом деле, она бывает просто вот, ну, до какого-то, ну, не знаю, сюра доходит, что куда ты сумку поставила? Ты видишь тут бордюр вдоль стены? За этот бордюром просто плитка так лежит, да, нельзя подходить ближе к иконам. И это рассказывают, мне кажется, я уже не первый раз эту историю привожу, я видела в храме на Красной площади, где очень много людей ходит, как вошла бабушка уставшая, села на лавочку при мне, следом входит иностранец в шапке, она разворачивается, начинает на него кричать. Да почему шапку там в храме не снимаешь? Она вообще здесь ни при чём. Она пришла посидеть, отдохнуть. Ну, вот это, и получаются вот эти православные бабушки, которых в результате люди боятся, потому что странно, что к нам уже вот одна из первых эмоций, в которой мы признались, это страх. Страх. Да. Мне кажется, знаете, во многом, может быть, даже глубже здесь копнуть, может быть, люди в церкви не ощущают воскресшего Христа. По той причине, что, мне кажется, когда ты чувствуешь его присутствие в церкви, во всём, что там есть, собственно, ты не можешь не радоваться. Всё, он рядом с тобой, мы люди Пасхи. Уже тоже этого невозможно отменить, слава Богу. Всё, мы в этом живём. И вот, понимаете, здесь же посыл человеческий, то есть, когда человек идёт причащаться, он может это просто делать, ну, как-то формально, все идут, и я иду, да, а может ощущать, что в него в этот момент входит огонь Христового воскресения, воскресшего Христа, мы причащаемся. Открываешь Писание, как некоторые большие говорят, там, по главе в день, и вот человек вычитал и пошёл довольный жить дальше. А можно подумать, а как я вот эти призывы Христа, которые он мне обращает, мою жизнь, могу взять и начать так жить. Мне кажется, мало кто вообще об этом как-то задумывается, что это всё обращено к нам, вот всё, что написано в Писании, я даже среди православных встречаю такое, что, ну, это уже там старое, это неактуально, у нас вот святые, потом много чего ещё наговорили, но Евангелие, это наша первая книга, вообще там Христос с нами говорит, да, ну и молитва, конечно, мне кажется, тоже она не всегда такая горячая, она тоже не всегда в такая вот, в призвании Духа Святого, да, в наполненности этим Духом и как следствие в ярком выражении присутствия Христа в твоей жизни, вот из-за того, что жизнь нехристоцентрична, она может упираться в традицию, в то, что сказал батюшка, ну или ещё во что-то, и вот люди, мне кажется, вот из-за этого как под подменом понятия может быть происходит, то есть надо искать Христа в церкви, вот кто его найдёт, тот уже не сможет остаться равнодушным или с каким-то каменным унылым лицом. Вот это очень глубоко, да, действительно, то есть каждый раз, когда мы теряем эту радость, мы действительно, значит, теряем веру в воскрешу Христа, потому что если она живая у нас, то она не может не рождать радости. Мы вообще на самом деле иногда блуждаем, я по себе могу сказать, что очень много начинаешь иллюзорно, вот то, о чём Лена говорила, а так ли я выгляжу, а так ли я стою, а так ли, ну условно, а так ли я себя веду, и достаточно просто уйти в молитву, согреться молитвой, и ты начинаешь себя вести по-другому, вот ходить в присутствии Бога, ну не в том пророческом, может быть, смысле, хотя почему нет, но действительно ощущать, что Господь рядом, если ты его чувствуешь, он тёплый, то тебе хорошо, тебе не может быть плохо. В церкви очень хорошо, друзья, вот это надо всем создавать, как и в семьях, кстати, семья тоже малая церковь, я всегда говорю, в семье и в церкви нам должно быть очень хорошо, мы там должны себя чувствовать счастливыми, вот мы такую традицию ввели у нас на приходе, только никому не говорите, вот мы обнимаемся на вот возглас, возлюбим друг друга. Почему об этом не говорите? Возглас, вот, ну мы там потихонечку как-то так, между собой у нас такой. Это такая история, кстати, вот этот вот возглас, Христос посреди нас. Да, да, удивительно, а люди стоят как каменные в этот момент, возлюбим друг друга, да, не отвечать, никуда не двинуться. А почему? Я говорю, друзья, обнимаем, и мы как сами показываем пример, мы выходим на солье с алтарниками, тоже начинаем обниматься. Чудесная практика, я ни разу не слышала, про такое ни разу не видела. Я только на Пасху, только на Пасху, а мы каждое воскресенье, Малая Пасха, и люди немножко ломаются, этот лед, как бы ломается эта корка ледяная в сердце каждого человека, ее прям надо ломать. Вот как Евгений хорошо сказал, заходишь в автобус, скажи там, ну, здравствуйте, там, не знаю, еще что-то, да, ну, как-то общаться с людьми, начинать ни с того, ни с сего. Вот у меня матушка, молодец, стала покупать кофе и просто на улице там, дворнику или еще кому-то. Это ей самой нужно, она ломает свою корку, братья и сестры, надо быть ко всем открытым, и Христос нас этому учит, это прям красная линия, по-моему, проходит в Евангелии, этому надо учиться. Вот я про этот возглас, очень-очень возглас, очень-очень важная, да, история, потому что мы с отцом Александром познакомились через общину отца Андрея Юревича, когда снимали фильм «Свидетельство о любви», и там принято вот это друг другу говорить, да, и мы ходим, обнимаемся, когда мы поем верую, вот, и после этого я там ходила в другие храмы, и вот стоишь в храме, и рядом стоит человек, а так хочется спать, и что он меня подпирает, вот он что, не видит, что мне неудобно креститься, он уже практически на меня лег, сейчас я ему покажу, я так перекрещусь, так бы помасштабнее, чтобы зацепить его спину, и вдруг говорят «Христос посреди нас», он поворачивается и говорит «Христос посреди нас», и я ему говорю «Есть и будет», какое неудобно, «Христос посреди нас», это настолько, настолько радостно, мощно, сильно, и мы действительно себя ощущаем, единым вот этим христианским организмом, телом христовым, что это совершенно потрясающие вещи, вот действительно, без Христа это и невозможно чувствовать. Это чудесная традиция, но я просто уже предвижу, может быть, вы получали такого рода обвинение в свой адрес, что «Ой, как-то как у протестантов у них, что это такое они делают, это как-то нетипично, неестественно, что за модернизм вообще, зачем так делать?» То есть вот у нас, ну вот наша масса православной, она к таким вещам относится просто очень подозрительно. Я все время говорю, друзья, забудьте про протестантов, все, что вы знаете о протестантах, доброго, это все наше, мы просто это забыли, это все надо забирать себе домой, друзья, и обниматься, и любить друг друга, и читать Евангелие, и делать его центром своей жизни, и петь псалмы, вообще-то нас Писание к этому призывает, что протестанты молодцы делают, все мы забираем, а протестанты и не против, они все отдают, так что все прекрасно. Конечно, все наше. Мы продолжим общение через небольшую паузу, напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений», меня зовут Наталья Лангамер, тема у нас сегодня о радости, и в гостях у нас инициатор темы Евгений Сулис, актер, писатель, православный публицист, блогер Елена Жосул, и настоятель Богородицы Рождественского храма в деревне Паяркова, отец Александр Насибулин, не переключайтесь. Клуб частных мнений на радио Вера И мы возвращаемся в студию Светлого радио, в программу «Клуб частных мнений», продолжаем говорить о пасхальной радости и о том, почему же у нас тогда скорбные лица бывают, инициатор темы Евгений Сулис, актер, писатель, в гостях у нас публицист, православный блогер Елена Жосул, и настоятель Богородицы Рождественского храма в деревне Паяркова, отец Александр Насибулин, меня зовут Наталья Лангамер. Давайте продолжим интересную тему, почему мы себе запрещаем радоваться. Вот я тоже сижу и размышляю, когда я пришла в церковь, в монастырь, и был молодой батюшка, на исповеде у него была, и я помню, я спрашивала прямо по списку, а можно на коньках кататься? Можно. Но ведь я тогда буду по-мирски радоваться. Ты там молись в этот момент. А на машине можно гонять вечером? Я так люблю Москву вечернюю. Ну, можно, но я это очень люблю. Ну, главное, чтобы эта любовь не затмевала любовь к Богу. И я вот реально с этого начинала. То есть я была не про любовь, а про можно нельзя, когда пришла в храм. А можно в пост музыку в машине послушать? Мы так боимся себе позволить радость. А может ли действительно быть каким-то препятствием вот такая радостная, привычная жизнь к Богообщению? Не знаю. А мне кажется, Господь бы тогда, знаете, создал там собачек вот так всех одинаковых, вкусы все одинаковые, да, чтобы мы все видели сереньким, одного цвета. Мне кажется, такое разнообразие этого мира говорит о том, что Господь желает, чтобы мы вкушали этот мир во всей его полноте, кроме греха, да. И, ну, действительно, все, то, что затмевает сердце человеческое там вместо Бога, может стать грехом, но может и не стать, если наоборот через это творение ты прославляешь Творца, через эту прекрасную музыку, которую ты вкушаешь, ты прославляешь Бога, который вложил в сердце человеческое эти мелодии, звуки и так далее. Поэтому нет, всем этим нужно наслаждаться. Мы так делим, знаете, вот церковная жизнь, а вот мирская какая-то жизнь. Но опять же, мирская жизнь — это наша жизнь, весь мир он наш. Вот так вот. И приезжая куда-то, вот у меня друг есть, армянин, он так за столом ест и прославляет Бога. Сибак Мерабян — наш автор, да. Да, наш общий друг. Вот. И он так ест, но это просто. Я с ним Бога прославляю в этот момент, потому что, слава тебе, Господи, как же это вкусно там и так далее, вообще молодец. Вот. И супружеская радость тоже Богом создана, тоже у нас как-то вот супруги, знаете, остерегаются даже об этом, говорят, что там в браке можно испытывать какое-то удовольствие, радость от близости, там это вообще такие табуированные темы ужасные. Ну, ведь это дано всё Богом, да, и Господь ещё в раю создал семью и близость мужчины и женщины и так далее. Не только для дета рождения, но и для радости. То есть, Александр, просто какой-то, простите, редкий вид священника нужно в Красную книгу занести, потому что я с таким удовольствием слушаю то, что вы говорите сейчас. Очень-очень редкий, знаете, как принято говорить сегодня, нарратив, который можно от священника услышать, что вообще из уст священника звучит оправдание права обычного плоского человека на удовольствие, в том числе физическое удовольствие. О, это нечто фантастическое. Да, а у нас, как принято, я слышала, что, а что это ты хочешь радости в семье? Семья создана для того, чтобы как точильные камни друг друга точить. А где ты будешь тогда спасаться, если не в семье? По-моему, это какие-то уже лукавые человеческие такие мысли, которые, к чему человека приводят в конце? К унынию. Вот такие люди, которые так рассуждают, как правило, вокруг них никто не греется. Как сказано, по плодам их, узнаете их. И я все время таким людям говорю, а давайте посмотрим на вашу семью, на ваше окружение, и если там все прекрасно и чудесно, мы вас посадим в центре храма, и вы всех нас учите, мы тоже хотим этого. Но, как правило, там такого нет. Как правило, люди, которые так рассуждают, они очень зажатые, они в какой-то депрессии очень часто находятся, семья у них кричит просто от них самих и так далее. Находятся такие умники, как бы сказать, да? Но еще раз, есть один такой прекрасный человек, который жил две тысячи лет назад, его зовут Иисус Христос. И вот, мне кажется, нам всем необходимо равняться на него, смотреть, как он жил в этом мире. А я слышала, что нигде, ни в каких, вот даже описаниях его внешности собраны какие-то, да, вот эти черточки каких-то, ну, не знаю, его объяснений, его как человека, Туринская плащаница, еще что-то. И вот в каких-то таких вот черточках собранных ни разу не сказано было, что он улыбался или показывал улыбку, зубы, да, что это не про него, нигде не сказано, что он смеялся. Для меня в какой-то момент тоже это было удивительно, но есть целая лекция на эту тему, сейчас не будем так глубоко, но два факта я упомяну. Первый, Христос был на свадьбе в Кане Галилейской. Я не думаю, что он там сидел с хмурым лицом, но просто все говорит о том, что, скорее всего, он вкушал вино, которое веселит сердце человеческое, и, скорее всего, что веселился, потому что он же еще был и евреем по рождению по крови. И второе, Христос сказал, пустите детей приходить ко мне. Вы когда-нибудь слышали тихих детей, которые сидят по струночке и все делают по правилам? Вот как правила нет. И в храме, кстати, у нас всегда это обличает, когда, знаете, когда дети начинают шуметь и мешать нашей стройной красивой службе, вот, я себя всегда бью по рукам и по устам, потому что очень хочется все это остановить и сказать, друзья, мы тут так спивались, у нас тут так хор красиво поет, а вы все затмеваете своими криками. Но вспоминаю вот этот призыв Христа, который наставляет как раз-таки той церкви, которая хочет оградиться от всякого рода экспрессии, вот этой самой радости и так далее. Вот в детях все это проявляется, хмурых детей, где, как бы сказать, увидишь, они всегда радостные. Конечно. И потом есть еще и ответный аргумент, насколько я знаю, нет никаких подтверждений исторических тому, что Христос ни разу не улыбнулся, нет таких, нет и обратных свидетельств. Ну да, мне тоже кажется, что такое утверждение очень спорное. Конечно, мы же очень многого не знаем действительно про его эмоции, которые он испытывал, про какие-то его привычки, в конце концов, как Господь вел себя в быту, будучи человеком, у него была масса бытовых обстоятельств, про которых мы не знаем, и мы бы крайне удивились, узнав, что вот он делает то, что вот мы вдруг увидели. Вот интересно, когда Господу подходили вот эти дети, он с суровым лицом был, вот если я смотрел на них, будьте как дети, я думаю, что он улыбался от моих, невозможно не улыбнуться. Конечно, конечно, и то, что нет этого упоминания, тут надо смотреть контекстно из всего, что Христос сделал, говорил и так далее. Радость она сквозит через его жизнь, и потом он говорит ученикам своим, потому узнают все, что вы мои ученики, не потому, что крестик будете носить на груди, а потому, что будете иметь любовь между собой. То есть, эта любовь, оказывается, должна быть такой заметной, чтобы весь мир, увидев тебя издалека, узнал, что ты христианин. И вот всегда взвешиваешь себя, а я так живу, а моя любовь, она такая яркая, что она вот согревающая и практически проявляющаяся в этом мире. Или я вот подрясничек нацепил, как бы сказать, крест надел и с хмурым лицом почапал в храм. Вот я прекрасный христианин. Но как будто бы христианство ближе, и человеку бывает страшно эту глубину вместить в своё сердце, потому что для этого надо потрудиться. Вот. Я тоже вот про унылые лица всё сижу и кручу в голове. Откуда они? Я пытаюсь проанализировать себя. Когда у меня унылое лицо? Когда я спать хочу на литургии? У меня очень серьёзное лицо. Я так где-нибудь к стеночке встану. Я серьёзная очень. Или когда действительно хочется показать значимость. Вот рядом кто-то, там, не знаю, мама приходит какая-то, и ребёнку что-то говорит. А у нас, между прочим, читают Евангелие сейчас. Можно посерьёзнее? Я тоже сделаю серьёзное лицо. Вот мне интересно, вот с чем мы тогда приходим, что мы испытываем, если мы стоим с этими лицами? А может быть, просто это конфликт с мужем, и вы не помирились перед причастием, и поэтому вы такие серьёзные. То есть, мне кажется, вообще, может быть, обратные эмоции диктуют нам необходимость надевать эту маску серьёзности, отец Александр. Я думаю, что, знаете, как здесь можно сказать, что внешнее соблюсти всегда гораздо легче, чем внутреннее. Вот потрудиться над тем, чтобы улыбку на лицо нацепить, гораздо легче, чем внутри что-то произвести. Но за внешним всегда следует внутреннее, как правило. Вот ты эту улыбку надел, как бы сказать, да, и стал улыбаться, и стал приветливым. Хотя ты не хочешь, ты не выспался, вот как вы правильно говорите. Я это по себе заметил, не в храме, а в семье. Я много раз спускался вот к своей семье по утрам, и тоже я не супержаворонок, вот, и как-то раз взглянул на себя в зеркало. И, знаете, вспомнились слова из фильма. Какая отвратительная... Роша, простите, да. Вот, и я понял, что, а почему ты так относишься к своим близким, почему ты их награждаешь в кавычках вот этим лицом. Я стал улыбаться, я стал пытаться быть позитивным с самого начала, и потом внутреннее тоже стало подключаться. Это совершенно верно, конечно, внешне оно подтягивает, внутреннее. И вот тоже с утра не самое мое любимое время, да. И я стал тоже вот как-то себя понуждать, вот пошутить там дома, что-то, и, знаете, как-то и строение стало у самого улучшаться. Это даже просто, не знаю, физиология у нас. Мышцы лица так устроены, что когда мы на себя принудительно надеваем вот выражение радостное, да, у нас начинает как бы внутренний эмоциональный фон просто подтягиваться под этот вот, ну, как бы человек гармоничен, он есть единое тело, целое, да. Да, у нас очень часто душа следует за плотью, вот в таких вот такого рода вещах. Психофизика, да. Кстати, это очень сложно делать. Недавно тоже мне там фотографировали, да, улыбнись, улыбнулась, сейчас поверни так голову, поверни так голову. И я понимаю, что я сбрасываю эту улыбку, потому что мышцы затекают, и это становится, ну, совсем неестественным. Нет привычки, а действительно, ну, девушки, ну, это же красиво, мы мышцы-то правильно и напрягаем, когда улыбаемся. Сам ужас, когда фотографируют, говорят, улыбнись, я в этот момент тоже очень не люблю. Отвыкли, потому что улыбаться, понимаете, мы отвыкли, мы отвыкли это делать естественно. Для нас это кажется чем-то, как бы, ну, очень странным, мы давно забытым, а Господь нам сказал очень прям, будьте как дети. Дети постоянно расслаблены, дети постоянно ржут, радостно, естественно, как же ребята. Дети постоянно находят какие-то поводы в мелочах, вот в чём-то абсолютно, да, они переключаются, они сбрасывают с себя там все накопленные истерики, они не грузятся ничем. Мы, нам это вообще-то, нам сказано нам сегодняшним, нашим, да, с нашим возрастом, грузом проблем, там, физиологией, болезнями. Нам это велено сегодняшним и нынешним. Пожалуйста, будьте как дети. Вот, Комертон, возвращайте себя к этому состоянию. И, ну, понимаете, вот мы в храм, почему в храме мрачные лица? Потому что мы в храм приносим инерцию угрюмости в нашей повседневной жизни. Из автобуса. Да, 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 да. Почему в храме и в метро одинаковые выражения лица у всех? Потому что мы в этом фоне живём постоянно. И это очень важно фиксировать и просто себя спрашивать. Так, стоп, а что вообще не так со мной, с моей жизнью, с моей душой, если я очень давно не испытывал чувства радости? Стоп, а что вообще в принципе меня радует? Вот отец Александр сказал удовольствие, да, еда. А у нас люди разучились просто внятно, осознанно есть. Вот проси взрослого человека среднестатистического, что тебя по-настоящему радует, да, в плане... Любимое блюдо, да. Он не скажет. Он не скажет. Он забыл свои собственные ощущения. Человек абсолютно рассинхронизировался с самим собой, своим естеством, собственным телом. Это и женщин тоже во многом касается. Поэтому мы так живем перманентно. И тут, конечно, я думаю, Пасха это просто лучший повод для того, чтобы, ну, не знаю, дать себе такое упражнение хотя бы вот в пасхальные дни, да, ближайшие, вот во всю вот этот вот, да, вот пасхальный период каждый день себя анализировать на предмет присутствия радости в своей повседневной жизни. Где она и где тебе находить источники, чтобы она появилась? Мне кажется, я слушаю Лену, да, и у меня возникает ответ. Мне как-то сказал знакомый, не надо столько смеяться. Ты сегодня слишком много смеешься. Ты потом будешь плакать. И у нас есть какой-то запрет на радость, да, который возникает от страха, что потом, вот я сейчас порадовался, а все ли у меня нормально, а завтра не возникнет ли проблема какая-то, и тогда уже будет не до радости, есть какой-то страх. Но мне кажется, там, где есть Господь, нет страха. Господь не давал духу страха, да, это Александр? Да, совершенно верно. И мне кажется, проблемы обязательно будут, и трагедии будут случаться, и так далее. Но радости наши никто не отнимет от нас, как сказал Господь, да. То есть Господь, интересный очень пример привел, что женщина, когда рожает, она сначала терпит скорбь, но когда уже появился младенец, уже все, она не помнит этой скорби. Мне кажется, точно так же и с нами никто не отменяет тех событий жизни, которые всех нас окружают. Но вот как святитель Василий Великий говорит, очень интересный такой образ, что когда тонет какой-то человек, тот, кто стоит на берегу, он может сопереживать этому человеку тонущему, но в то же время он остается в безопасности. То есть так же и мы об этом мире, обо всех его событиях, о наших друзьях тоже можем и плакать, ну, плакать с плачущими, да, радоваться с радующимися. Но даже плача с плачущими, мы-то остаемся на берегу, мы остаемся во Христе, нам есть о чем радоваться, даже когда кто-то уходит от нас и так далее. Наши радости никто от нас уже не может отнять. То есть даже на твоих глазах может быть и слезы, ты можешь с кем-то даже и порыдать, но это горечь небезутишная. Господь обязательно утешит и тебя, и того человека, с которым ты вместе рядом. И я напомню, что в эфире наша программа «Клуб частных мнений» на Светлом Радио. Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем сегодня тему радости в этот пасхальный день. И в гостях у нас инициатор идеи поговорить о радости Евгений Сулис, писатель, актер, православный, публицист, блогер известный Елена Жосул и отец Александр Насибулин. И я хотела вас спросить, отец Александр, а вы же читали все эти комментарии по поводу вашего вирусного видео? Вот эти все, да что это такое? Ну, как-то мне уже давно разные комментарии сильно не трогают мое сердце, потому что люди все разные, надо это понимать. И да, кого-то радость, она вот так, такую реакцию. Мы не можем влиять на реакцию других людей. Но мы можем ее проанализировать. Почему людей это как-то смутило? Как правило, для меня, вот я не пишу никакие комментарии, например, как правило, для меня это некоторое свидетельство, что у человека чего-то, возможно, в жизни просто недостаточно. И даже когда люди напрямую в лицо мне говорят такие вещи, я просто стараюсь человека выслушать и обнять. И даже людей ни в чем не нужно переубеждать, честно говоря, когда люди вас искушают и вот пытаются там вывести на какой-то диалог. Как правило, это не на диалог тебя люди пытаются вывести, а на эмоцию, чтобы ты ее проявил, такую же негативную эмоцию. И люди бы посмотрели, что твоя радость, она, оказывается, ничего не стоит, она призрачная, да. То есть в этот момент надо продолжить эту радость с этим человеком, просто ею делиться. Но для того, чтобы было чем делиться, вот знаете, как на Пасху пасхальный огонь, вот его там берут у гроба Господня и по всему миру разносят, да. Вот мы тоже этой радостью, она не на пустом месте возникает, еще раз. То есть это не напыщенная какая-то вот такая радость, что мы вот такие все немножко там с прибамахом, да. Мы же питаемся ею, опять же, от чаши Господней, да, где воскресший Христос входит в нас. Мы напитываемся ей в молитве, в Писании. А потом, выходя из храма, Господь нас призывает этой радостью делиться с миром. И вот когда мы этого не выполняем, мне кажется, церковь, она очень важного предназначения своего в мире не выполняет, когда не являет эту радость миру. Особенно сегодня, когда происходят страшные события, когда люди не знают, куда бежать, за что хвататься, когда паника в сердцах человеческих. Кто? Именно христиане должны показать, призваны, да, что эта радость является прочным фундаментом и имеет под собой основание. Христос воскрес, друзья, все хорошо. Все закончится в любом случае хорошо. Не переживайте, мы с вами, мы любим вас, мы будем вам помогать. Но не унывайте сердцем, все продолжится, и жизнь продолжится. Знаете, мне когда-то показалась такой странной историей, когда я еще только начинала работать на телевидении, вела новости у Александра Гурнова в телевизионной службе новостей. И он мне сказал, улыбайтесь. Я говорю, в смысле? Подождите, вам нравится ваша работа? Я говорю, да, да, нравится. Все хорошо, не надо меня увольнять, не надо. Ну так улыбайтесь. Я говорю, хорошо, а если самолет упал? Он говорит, работа ваша нравится? Я говорю, нравится. Для меня осталось загадкой, что он имел в виду. Мне кажется, я сейчас понимаю, что есть огромный запрос у людей на радость, как состояние внутренней стабильности и покоя, да, потому что радость, это и есть Господь. Недаром нам отец Дмитрий Смирнов говорил эту замечательную фразу, ты в аду, сынок, посмотри на свою, вот это вот слово неприлично, да, на рожу, извините. Ты отучился радоваться, ты мёртв. Да, отец Дмитрий в этом смысле. Вот действительно получается, да, Женя, радость, это как какая-то стабильность. Мы к этому пришли, да, у нас такая сегодня анатомия радости. Я не знаю, значит, стабильность, но это точно произведение любви. То есть вот, если есть любовь, то есть радость. Если нет радости, значит, ты теряешь любовь, собственно, главное, добродетель. Ну, мы подпитываем это всё в себе, только от Бога. То есть я вот сейчас выстраиваю, да, такую логику уже, к концу программы идёт. Всё от Бога, конечно, и все радости, которые нам даны. А там, ну, дело в том, что ещё важный момент, что грех никакой радости никогда не даёт. Надо в этом смысле... Подожди, есть грехи, которые, например, обжорство, извините, там вкусно, там есть радость. когда объешься, никакой радости нет, тяжело, печально, противно и так далее. Поэтому, как только мы вот переходим вот эту грань и впадаем в грех, то там и радость-то уходит, тоже как важный момент. А если мы, вкушая еду, благодаря Бога, не теряем радость, значит, мы и в обжорство не впали. Это просто совершенно точно. И так с любой, с любой радостью земной можно. Ну, дьявол коверкает, действительно, все вот эти чувства, которые в нас вложил Господь, да, и действительно бывает радость такая сиюминутная, ненастоящая, которая потом, наоборот, обваливает человека. Как правило, она действительно связана с грехом. А в Боге все достигается, ну, через некий труд, преодоление себя. И вот когда ты, почему мы начинаем поститься, например? Первое, это для того, чтобы научиться по-настоящему радоваться. Ты себя преодолел, ты дух свой возвысил, на душе весна наступает. Недаром пост называется временем духовной весны, да, вот, поэтому, конечно, вот это преодоление, оно необходимо, но какова мотивация, для чего мы это делаем? Для того, чтобы достичь воскресшего Христа, почувствовать его в своей жизни и, как следствие, возрадовать свое сердце. В конце концов, еще раз, в Писании очень много раз повторяется слово «радуйтесь», такой призыв некий, Да, по-моему, самый часто повторяющий, да? И все-таки про стабильность, еще раз, мы уже апостола Павла несколько раз сегодня, да, упоминали, всегда радуйтесь, всегда радуйтесь, хотя Павел говорил, это не в благоприятной обстановке, когда что-то к этому располагало. Мир жил своей жизнью, христиан убивали и так далее, всегда радуйтесь. Не тогда, когда настроение будет прекрасное, вам захочется, лучики света появятся на небе, и вы будете приходить в храм и такие, о, всех люблю там, а когда все плохо, с мужем поругалась там или еще что произошло, и ты приходишь, такая серая туча, значит, и всех вокруг себя этими громом и молнией поражаешь, да? Нет, всегда, то есть это чувство в себе постоянно надо культивировать, а культивировать его легко, когда ты с Богом и в нем находишься. И в этом чувстве не очень как бы комфортно грешить, потому что оно исчезнет. вот, кстати, очень важная тема, мне кажется, у Александра Шмемна я прочитал, что вот, мне как-то оно очень созвучно, что вот страх, вот когда мы говорим, вот этого нельзя делать, это никогда от греха не уберегает, мы в конце концов все равно это нельзя нарушим. И только радость спасает от греха, потому что ты знаешь, что вот сейчас тебе радостно, и ты знаешь, что вот это сделаешь, и эта радость уйдет. И ты не делаешь уже греха, не совершаешь именно потому, что ты не хочешь потерять эту радость. У меня вопрос вот ко всем к вам. Мученики оставались в этом, я даже не знаю, что это за состояние, когда они говорят, не чувствовали боли, Господь там облегчил, но мы, наверное, мучений таких не проходили, но был ли у вас опыт, когда вот эта внутренняя радость и ощущение присутствия Божьей облегчало какую-то скорбь, какое-то страдание, какое-то мучение? У кого такой опыт был? Я в жизни, честно говоря, даже вот все жду какого-то такого момента, когда эта радость будет как-то испытана. Но пока все, что я проходил на своем жизненном пути, ни разу эта радость даже не поколебалась. То есть я вот думаю, когда наступит тот момент, когда я начну сомневаться в основаниях этой радости, но пока его ни разу не наступило. Может быть, да. Да, простите, батюшка, я перебила вас. Но может быть, не было таких страшных пока моментов, хотя какие-то страшные моменты, конечно, были, но с Богом они переставали быть страшными. Я внезапно вспомнила ситуацию, когда я была, это было лет, господи, сколько же, 15, наверное, назад. Я была в депрессии, у меня была несчастная любовь, я очень переживала, страдала. Это был апрель такой, вот, в общем, весна. И тут мне выпадает совершенно фантастическая какая-то возможность. Я полетела на Северный полюс и приняла там участие. Я тогда работала в Интерфаксе, и в качестве корреспондента Интерфакса я полетела на Северный полюс и приняла там участие в первой литургии, которая совершалась на Северном полюсе. Это была первая вообще в истории, в истории вообще человечества, была первая литургия. Деревянный храм красивый. Да, нет, там было не деревянный, там была палатка, которую установили на льдине. Мы высадились на вертолётах. У нас весь полёт занял там от Шереметьево до Шереметьево, занял там 36 часов. И за это время мы слетали на полюс. На 3 часа признали лес. Это был уже апрель, это было Благовещение, я помню. То есть там уже таял лёд, но поставили палатку и совершили первую литургию. У меня было причастие на Северном полюсе. Я очень чётко помню, я вернулась в Москву и сказала, «Боже, это было так круто, спасибо, у меня вообще всё стёрлось, это была такая фантастическая радость». То есть вот такой вот подарок, который действительно в момент уныния был Богом преподнесён. Ну, только через Бог, конечно. Я смотрю на тебя опыт какой-то. Такие страдания, как мученики, я, конечно, не испытывал, но какие-то беды, уход близких людей и что-то ещё, то есть это всё только через молитву, через присутствие Божие. Только это и можно пережить. Поэтому, конечно, это... Я вообще, честно говоря, я так иногда смотрю. Ну, у меня много вот друзей неверующих. И, Господи, как вы, бедные, живёте? Я бы точно уже без церкви, без Бога, не знаю, что бы со мной было. Ну, как-то живём, как-то и без Бога живём, но не знаем, видимо, чего-то вот этого вот. Я не знаю, как это вообще. Чего-то большого вот этого вот. Но для меня, почему я принимаю стабильность? Стабильность для меня это состояние внутреннего покоя, тепла и покоя. И мне кажется, вот ты очень точное сравнение привёл, что мы должны быть солнышками. Отец Александр продолжил, что тепло должно быть от нашей радости. То есть мы должны и светить, и греть, и создавать вот эту, которая прицепилась ко мне, стабильность. Потому что пока солнце есть, мы живём, мы без него выжить не можем. Мне кажется, это очень какая-то такая, очень точный образ. И что мы ещё сегодня про радость не сказали? Для меня очень много открытий, на самом деле. Пасхальная такая у нас передача получилась. Да, но мы сегодня вообще должны с сегодняшнего дня, и впредь, Лена уже задание сформулировала. Я думаю, что надо прямо это в блоге написать, вот такой какой-нибудь акт, как это, марафон, да? Давайте улыбаться поскольку-то минут в день. Или как это сделать? Ну, что-нибудь типа того, да. Это очень модно в таком интернет-формате делать. Я бы хотел продолжить вот эту тему ещё одной мысли, что во времена, когда много боли, страданий, тьмы какой-то нас окружает, на самом деле человеку не надо от этого бежать. Христианину надо идти в эту тьму. Но лучше это делать не в таких там экстремальных каких-то ситуациях, а каждый день понемножку. Приближаться к этому миру со всей его вот этой болью, непонятностью и так далее. Потому что, принимая эту боль как свою собственную, как сделал и Христос в своё время на кресте, да, мы тоже позволяем Богу действовать в нашем сердце как-то особенно. Мы приносим этот свет в жизнь людей, и этого света становится как следствие больше, потому что человек тоже зажигается от этой радости, от этой любви, и потом может унести это к себе, это как круги на воде. То есть часто послужишь какому-то человеку, которого хотелось просто вообще не видеть, но ты сделал усилие над собой, пошёл к нему и побыл с ним. И этот человек берёт эту твою радость и несёт её к себе потом домой. И такие чудеса происходят очень часто, но священнику легко их отслеживать, потому что люди как-то возвращаются к священнику и там дают обратную связь. Мне кажется, часто этой обратной связи нет в жизни людей. Ты послужил, и забудь, и не надо тебе ничего взамен. Ты отдал то, что на самом деле тебе не принадлежит. То есть радость, которую мы в сердце призваны родить, это как Божий призыв, мы это делаем ради Христа. Я поддержу отца Александра просто на конкретном примере во время мартовского теракта в Кроксе. Я помню эти страшные дни. И буквально вот эти первые сутки после, я помню, как многие мои знакомые, очень профессиональные психологи, они специально вышли на следующий день в прямые эфиры, в социальных сетях, в своих блогах, на свои большие аудитории вот именно с этой помогающей функцией. Они вышли поддерживать людей. Вот то, что называется люди, помогающие профессии, они вышли утешать, отвечать на вопросы, как-то вытягивать людей из паники, от слёз, от ступора, разжимать их. А это очень, это колоссальным образом работает. И очень хотелось бы, чтобы, ну вот у нас, к сожалению, нещадно малое количество священников-блогеров, а в общем-то они должны были делать всё то же самое в эти первые сутки. То есть в сутки после массовой, да, вот трагедии, беды, горя, надо выходить на публичную площадку и просто разговаривать с людьми, исходя из этой самой своей вот помогающей, милостивой, любящей позиции. Это очень важно. Вот я когда пришла работать на радио «Вера», сюда, в Андреевский монастырь, где мы сидим, я погрузилась в какой-то, знаете, как вот в детском бассейне. Тепло, и все в коридоре, даже те, кто друг друга не знают, улыбаются при встрече. То есть такая радость от того, что мы друг друга видим. И вот не случайно наше радио называется «Светлым радио», потому что здесь правда светло, люди здесь светло, здесь тепло. И вот это вот качество радости, которое должно быть тёплой, хочется её дальше вынести. Если ты улыбаешься навстречу человеку, приходя в храм, и видишь эту бабушку сурьёзную, и ты ей улыбаешься, она, зеркальные нейроны, как минимум, да, работают, мы начинаем улыбаться в ответ. Спасибо вам за такие открытия сегодняшние. Мне кажется, у нас радостный получился эфир. Вот я напомню, что в эфире была программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Вангамер. Мы говорили о радости. И инициировал эту тему писатель, актёр Евгений Сулис. В гостях у нас была публицист, православный блогер Елена Жосул и настоятель Богородицы Рождественского храма деревни Паярково, отец Александр Насибулин. Те самые радостные ноги. Тот самый священник, у которого кадила крутится, как солнышко. Всё крутится, да. Приходите к нам на Пасху, ещё и не то увидите. Да, приходите. С радостью. Да, ещё будут пасхальные службы. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Возвращайтесь к нам слушать программу Клуб «Частных мнений» в 18.00 каждое воскресенье. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. С Богом, дорогие. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо Вам. Христос Воскресе. Воистину Воскресе. Воистину. Воистину Воскресе, Христос. Клуб «Частных мнений». На радио «Вера». Продолжение следует... Продолжение следует...